Тельцы, доброго вам времени суток. Меня зовут Ева Лехцер. Я рада вас приветствовать на своем канале. И в данном видео мы с вами будем смотреть ваш Таро прогноз на 2021 год. Этот год выдался таким довольно тяжелым, я думаю, для большинства из вас. Надеюсь, все ждут его окончания, выдохнуть, да, и с новыми силами войти в последующие. Работать я сегодня буду на двух колодах. Колоды, я думаю, вот это вам уже сто процентов известно. True Black Таро всем любиме и известно. И новая колода Таро неба и земли. Еще из одной колоды я вытянула, знаете, такой вот аркан, который знаменовывает то, с чем мы входим в наступающий год, в последующий. А входим, вы знаете, на пике трансформации, на всаднике апокалипсиса. Объясню почему. Потому что 20 был очень тяжелым. Посмотрим, что нам будет нести 21, но могу сказать сразу, он уже несет трансформации и такие сложные перемены там для многих из знаков. Посмотрим, чем должно минуться для нас. Но для тех, кто хочет получить более детальную, глубокую информацию, помимо этого расклада, отдельно для мужчин и для женщин, я буду записывать еще доп. видео, которое вы можете получить по сплатной ссылке. Описание самого видео, что вы можете подчеркнуть из него, вы сможете найти на комментариях под этим видео. Если оно вас заинтересует, вы можете оставлять свои заявки. Ну а сейчас мы будем делать ваш катовой расклад. Выполнять его буду по своей схеме, по своему авторскому раскладу. Просматривать непосредственно будем с вами сферы работы, финансов, здоровья, личной жизни, неожиданность данного периода, карту года, карта совет, с чем вы войдете в этот год, как чем ознаменуется начало, да. И с чем вы выйдете из этого года и будете вступать в 2022. 2022. Итак, тельцы. Ни для кого не секрет, что все-таки 2021 год, это год металлического быка, все-таки ваш покровитель. Но посмотрим по факту, так это будет или нет. Потому что быки любят трудолюбовых людей, тех, кто готов вкладываться, работать и знаете как, чего-то достигать, не жалея себя, не покладая руками. Итак, что жительцов ожидает в год металлического быка? Так, что ожидает в работе, финансах, здоровье, личной жизни, неожиданные события, карта года, карта совет, лет. С чем вы войдете в этот год и с чем вы из него будете выходить? Так положим. Ну, давайте настраиваться на позитив. Надеюсь, готовы. Приступаем. С чем вы будете входить в этот год? У вас падает солнце. Солнце это радость, это отдых, это быть яркими, это светить, это пролить в принципе информацию на те проблемы, либо те вещи, которые длительный период вас тревожили, не давали вам покоя. Вот солнце, оно как бы всегда вносит ясность. Это первое. Второе, это раскрывать свой потенциал, таланты, не зажиматься, раскрыть их обществу. И самое главное, это знаете, как жить в радость, жить в свое удовольствие. Наконец-то это тот год, который вам позволит насладиться вашими достижениями. Не факт, что они вам будут приходить легко, но уже солнце, знаете, как отойти под эгиды солнечного света. Это самое главное, пусть так и будет. Хорошо, что вас ожидает в карьере? Работа, бизнес. Здесь, как мы видим, у вас падает карта аэрофант. Аркан, который ситуативно говорит о том, что либо вам придется меняться, чему-то новому обучаться. Либо, возможно, вы будете преподавать, делиться знаниями, быть коучем, тренером, наставником, духовным руководителем. Может кто-то пойдет в репетиторы, кто-то станет психологом. Просто быть учителем, не важно, дистанционного формата или нет. Или вы сами будете заниматься вопросами обучения, как ваших подопечных. Это могут быть, в принципе, ваш персонал, если такового у вас имеется. Либо вы всецело будете погружаться непосредственно в развитие ваших личностных качеств, обучаться новым вещам. Но давайте смотреть, как же для вас будет по факту. Карты прям выходят сами, поэтому как идет, так и будем с вами фиксировать. Что могу вам сказать? По тем арканам, которые у вас ложатся, вот у вас вы видите четверка пентаклей, король кубков и двойка пентаклей. Это удерживать стабильность. Во-первых, вы будете развиваться в той сфере, которая есть уже у вас на текущий момент. И король кубков и двойка пентаклей указывают на ситуацию, что вы будете осваивать нечто новое. Обучаться сами, либо, возможно, вы откроете какие-то курсы, через которые будете делиться знаниями, опытом и навыками. Ну, соответственно, зарабатывать на этом деньги, монетизировать свое дело, свои таланты, свои возможности. Что вас ожидает в финансовой сфере? Здесь у нас падает старший аркан звезда. Звезда, как чаще всего, говорит о том, что как достижение нового финансового потолка, нового социального уровня, новых возможностей. Потому что это тот аркан, который говорит о том, что вот, пришло время, наконец-то, знаете, как закрыть какие-то финансовые проблемы, финансовые дыры. И вообще по этой карте это в первую очередь акцент идет на то. Вот, смотрите. А, еще продублировалась звездой. Смотрите, у вас падает колесница, королева пентаклей, звезда. Тут доходы у вас вырастут в разы. Ну, тут, понимаете, здесь только могу вас с этим поздравить. Объясню, почему. В первую очередь колесница, как вы видите, да, получение денег из двух источников дохода. По королеве пентаклей более статусным этот год будет для женщин. Видите, выпала непосредственно ваша карта. Будете при очень хорошем достатке. И звезда, это за счет медийности, известности. Не знаю, сарафаной ради, кто-то будет узнавать, да, в ваших навыках, которые вы там, допустим, в сфере услуг и товаров, которые вы продаете. Потому что по этим арканам это очень хороший заработок. Моя то, что у вас выпала финансовая карта, так еще и два старших аркана. То есть в финансовом аспекте 100% у вас однозначно, ну, деньги пойдут в рост. Тем более, для лица, для кого другого, мне кажется, это очень значимо и знаково. И звезда у вас продублировалась. Соответственно, это говорит о том, что сфера будет наиболее важна в рамках этого года. Вы будете работать над приростом финансов, над тем, чтобы увеличить свой финансовый доход. И в принципе, допустим, если у вас были какие-то долговые обязательства, закрыть вот эти вот нюансы. Если меня смотрит женщина, простите, не женщина, а мужчина, как бы вам не показалось странным, но для вас приток и приход денег здесь возможен либо через жену, либо через мать. То есть могут что-то подсказать, направить вас в нужном направлении, сакцентировать. Либо через женщину, земной стихи, или сделали козерог, или женщина статусная, женщина, знаете, как в чем-то властная, и которая уже имеет успех на каком-то поприще. То есть это, знаете, как грамотно вас направить, подсказать, вывести в новую нишу. И вот здесь по этим арканам, как они показывают, вы сможете добиться финансовых целей. Здоровье. Здоровье. Дурак. Карта неоднозначна. Объясню, почему. Тут и плюс, и минус. В плане плюса для женщин вопрос о деторождении, в плане минуса и для женщин, и для мужчин. Это легкомысленное отношение к своему здоровью. К сожалению, тельцам это свойственно. Чего скрывать? Вас уже пока, знаете, как не скрутит в три погибели. До этого момента вы никому значения не обращаетесь. Я сама телец, и понятно, что все мы тельцы разные, но чаще всего так и бывает. Ну, давайте смотреть, что же у вас там по факту. Как для вас будет отыгрываться эта ситуация? Ну, да, так и есть. Паж мечей, королева мечей, рыцарь кубков. Могут здесь быть у вас острые ситуации. Сейчас даже дотяну, будут ли здесь какие-то хирургические вмешательства. Это можно проверить. Но обращение к врачу точно. Рыцарь кубков – это хорошее эмоциональное и психологическое, физическое самочувствие и восстановление ваше. Если это касается вопрос деторождения, то девочки, здесь будет родовспоможение. У вас будет кесарева. Так, сейчас посмотрим относительно оперативного вмешательства. Есть оно здесь или нет. Что здесь конкретно? По умеренности, смотрите, это может касаться таких вещей, как неглубокие какие-то хирургические вмешательства, совсем там серьезные операции. Это может быть и те вопросы челюстно-лицевых хирургий. Например, там вы меняете штифт, там еще что-нибудь. Да, это операция, да, но как мы все прекрасно понимаем. Такого аспекта, которое направлено на то, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Умеренность – это обрести комфорт. То есть все оперативные вмешательства, которые вы здесь будете проводить, они, знаете как, нацелены либо направлены на то, чтобы вы были довольны внешними данными либо качеством жизни. Например, поставили виниры, либо сделали пластику, потому что рыцарь кубков – это не только в удовольствии, это еще с позиции «нравится». Не знаю, кто-то там может поменять, там, не знаю, делать этапластику, ринопластику, что там, не знаю, лазерная шлифовка кожи. У мужчин это вопрос, ну, чаще всего. Подкорректировать что-то внешнее, заняться спортом. Но помимо всего прочего, да, есть такие проблемные места, где вы, не знаю, там, можете калотли политики, еще какие-то нюансы. То есть почему-то будет дикое желание улучшить себя внешне. Вот это у вас здесь проходит. Хорошо. Личная жизнь. Что у вас здесь? Башня. А вот здесь крушение старых устоев, кардинальные перемены. Но давайте смотреть, с чем они связаны. Что у вас таким кардинальным образом будет меняться по личной жизни? Что здесь за ситуация? Даже сейчас буду дотягивать. Потому что, смотрите, четверка кубков апатии хандра связана с текущей жизненной ситуацией, которая у вас есть. И неважно, вы свободны, вы в любовном треугольнике, либо вы в паре. Восьмерка жезлов. Это кардинальным образом быстрое развитие ситуации. Сила здесь, ну, как, знаете, что-то менять. То есть не то, чтобы применять даже силу, а по этим арканам как настаивать на своем, либо отстаивать свою точку зрения. Ну, давайте смотреть, что здесь конкретно. Так, ну, смотрите, что здесь за крушение? Башня. Если кто-то был одинок, ситуация застоит. То однозначно это как встретить свою половину. То есть если для мужчины это обретение супруги, если смотрит женщина, стать супругой. Если сейчас посмотрим для тех, кто у нас на текущий момент любовных треугольников, то это будет крушение любовных треугольников, и по Тузу Пентакли у вас здесь будет новое знакомство, новый шанс. Это, в принципе, эти перспективы, которые вам, ну, как, нельзя упускать. Плюс как не циклиться на старом. Так, а вот если у вас стабильные семейные связи, здесь кардинальные перемены. Может быть ситуация конфликта, падает пятерка мечей. Объясню с чем. То есть либо конфликт будет очищающего характера, и потом примирение, то есть будет новая модель поведения в семье, в отношениях. Либо, может быть, даже дойти до бракоразводного процесса. По какой причине? Потому что по двойке кубков у вас здесь может появиться новое увлечение. Ну, как есть. Тут уже из песни слов не выкинешь. Ну, то есть, в... Давайте так. В худшем ситуации, в вопросе, это будут бракоразводные процессы. В лучшем таком вот такой вот трактовке, это такое очищающие конфликты, это переосмысление ситуации, что происходит в вашей жизни и примирение. Хорошо. Что у вас идет относительно неожиданности данного периода? Колесница. Колесница, как правило, говорит за, знаете как, очень много движений, связей, общения с иностранцами. У кого-то это переезд, переезд на новую квартиру, смена места жительства, эмиграция. Ну, потому что здесь для вас очень знаковым будет, знаете как, перемещение, смена, новая точка, новый угол. Семерка кубков, это то, о чем вы давно мечтали, либо к чему давно стремились. Башня, это касается недвижимости. Ребят, кто-то из вас будет переезжать, новая квартира, новое жилье. И только кубков радоваться этому обстоятельству. Ну, пусть так и будет. Итак, по этим арканам, переезжать новое жилье, неважно, арендованное, съемное, это может быть новый офис, помещение, это может быть новая квартира, либо дом. Вы скажете, у меня нет денег, я вообще не планирую, какие там нюансы, какие переезды. Элементарно, вы можете встретить человека, к которому вы переедете, у вас идет новый дом. Поэтому расскажите мне, как у вас отыграется по факту. Так, хорошо. Смотрим, какова у вас карта года. Повешенный. Повешенный здесь не в плане застоя, объясню сейчас вам почему. Он ничем здесь не привязан, ни к чему. Это перевернуть все с ног на голову. Почему? Потому что, видите, даже вот бабочки. Бабочки в вашем животе, да, они будут вырываться наружу. Это желание кардинальным образом что-то поменять. Посмотрим даже в какой сфере. Что вам тут захочется изменить и переосмыслить, чего это будет касаться. Так. Ну, как мы видим, у вас здесь падает принцесса кубков. Это будет касаться вопросов личной жизни. Ну, так оно у вас здесь и проходит, потому что кардинальная трансформация у вас идет по вопросам, видите, личная жизнь. Ну, посмотрим. Я буду ждать от вас потом обратной связи. И у вас карта совет. Падает аркан в страшный суд. Что в плане совета? Суд очень часто указывает на вопросы восстановления. Возвратить что-то из пепла, из прошлого. Например, кто-то будет восстанавливать отношения из прошлого. Кто-то, допустим, кто соберется разводиться, потому что суд тоже часто указывает на бракоразводные процессы. Захочет воссоединиться, помириться. Ну, то есть соединиться на новом. Кто-то здесь может вернуться к бывшим партнерам деловым. Либо в ту нишу, в которой вы работали ранее, либо с кем взаимодействовали ранее. Суд – это также карта восстановления взаимоотношений с членами семьи, с которыми вы, например, в ссоре длительный период не общались, либо были какие-то конфликтные у вас ситуации. Суд – это завершение судебных процессов. И, например, если вы длительный период хотели, либо планировали затевать какие-то судебные процессы, аркан сейчас указывает по ситуации, что время пришло. Почему? Потому что здесь по принцессе Жезлов, во-первых, у вас горит огонь, и сама ситуация вам благоволит. Все, за что вы возьметесь, будет получаться. Причем сам по себе аркан, по Жезлов, он всегда указывает на позитивные ситуации, позитивные трансформации. Это факт. Хорошо. Давайте смотреть, что у вас здесь идет относительно завершения года. Чем он для вас завершится, ознаменуется, с чем вы будете входить в 2022-е. Итак, 2022 год. Год голубого водяного тигра. Для вас ознаменуется стабильностью, контролем ситуации, покровительством со стороны супруга, отца, руководителя, может быть, власть имущего человека. Для женщин ознаменуются, допустим, судьбоносные встречи партнера, потому что император – это всегда быть при супруге. Для мужчин же становление вас, как личности, как человека, допустим, который ведет свой бизнес и так далее. Потому что здесь 2022 год. Голубого водяного тигра, он всегда, знаете, говорит о том, что вам нужно прислушиваться к себе своей интуицией, срывать маски с вашего окружения, знаете, как проверять всех на прочность, на верность. И император – это контроль. Вот с чем вы будете входить в 2022 год. И у вас действительно здесь будет год стабильности, контроля, власти. Ну, то есть как тигр будете отстаивать свои полномочия. Хорошо. Ну что ж, пусть это так и будет. Значит, я на текущий момент с вами проведу небольшой такой вот знаковый ритуал. Ваша задача сейчас – задумать желание, которое вы бы хотели осуществить в 2021 году. Только я вас очень прошу, загадывайте то, что не будет во вред третьим лицам. То, что у вас не стоял вопрос там кого-то у кого-то отбить или кому-то навредить, да, пусть там сдохнет конкурент. Нет, ребят, вы должны загадывать и формулировать ситуацию так, чтобы вы вышли в плюс, не обращая внимания на третьих лиц и не вовлекая в структуру вашего желания или вопроса. Если вам сейчас, скажем так, недостаточно времени, да, я понимаю, что вопрос глобальный, поставьте видео на паузу. Подумайте, извините, чего бы вам хотелось. И пока вы будете размышлять над тем, что же для вас более знаково и значимо, я соберу структуру из карт, которая позволит привлечь в вибрации в вашу жизнь для осуществления желаемого. Это во-первых. Ну и во-вторых, мы с вами будем перекрывать все негативные аспекты, которые у вас, как мы видим, негативными являются. Вот личная жизнь повешенного здесь я не считаю негативным, потому что, повторюсь, он здесь ни к чему не привязан. Поэтому будем перекрывать личку вам, чтобы было в плюс. Думайте. Пока будете думать, я буду структурировать вопрос, буду структурировать ситуацию. Итак, надеюсь, вы все-таки уже определились. И будем с вами закрывать данную ситуацию. Еще раз подумайте. Это то, что вас исполнится в 21-м, с чем вы выйдете в 22-й. И пусть оно в обязательном порядке будет вам во благо. Вот, в принципе, это и весь расклад. Все, что мы хотели с вами разобрать, либо посмотреть. Я надеюсь, для вас он был информативным. Внес какие-то коррективы. Вы можете прописать себе планы, либо цели на 2021 год. В любом случае, я вас призываю верить в лучшее, верить в себя. Чтобы не случилось, никогда не опускать руки. Если нужны дополнительные рекомендации, вы можете найти их под видео. А я с вами не прощаюсь. И до новых встреч.